Что это такое? Этот вопрос задает, наверное, каждый, кто сию конструкцию видит впервые, и меня он тоже терзал, когда я встретил этот мотоцикл на выставке «Мото весна в Москве», и когда приехал сюда его снимать, мы сейчас в Питере, думал, куда бы нам этот видос деть, в рубрику «Чудо техники» или все-таки в «Мотозону»? В «Мотозону» или в «Чудо техники». Потом рассудил, что коль скоро два колеса, пусть будет «Мотозон». Итого, перед нами кастом, естественно, созданной студией «Граф Кастом», которая называется «Дайтона Гризли». Вот тут вообще надо понять, о чем вся эта история. Это история про историю. Потому что где-то до начала XX века люди вообще не задумывались о таком явлении, как сопротивление воздуха. Просто это было неважно, понимаете? Воздух использовали, наверное, только в парусных судах. Он там помогал их двигать. А в остальном об этом не думали. Потому что на скоростях где-то до 60 км в час все это неважно. Ветер в харю, я движусь с максимальной скоростью, и все отлично. Сопротивление воздуха не оказывало ни малейшего влияния на конструирование транспортных средств. Где-то в 30-х люди научились разгоняться до 60, 70, 80, 100, 150 и дальше километров в час. И вот тут воздух стал проблемой. Где-то в 30-х годах стали появляться концептуальные разработки, которые должны были сделать машины быстрее за счет более аэродинамичной формы. Появились паровозы, которые разгонялись до 200 км в час. Было и такое. Была такая интересная штука, как шиненцепелин. Такой концептуальный локомотив. Один вагон или матриса, как их еще называли, который загнался до 230 и поставил абсолютно рекорд скорости. И опять же, аэродинамический кузов. Эту технологию пытались использовать все. И создатели самолетов, создатели пароходов, создатели паровозов, создатели автомобилей. И в общем, в мире мотоциклов тоже подобные попытки предпринимались. Впрочем, как раз таки вот до серийного производства дело, как правило, не доходило. Это мотоцикл. Попытка сделать то, что не удалось раньше. Именно так многие инженеры прошлого мыслили себе мотоцикл будущего. Но будущее пришло, и все байки, которые окружают вот эту красоту, они сообщают нам о том, что в общем не потребовались все эти сверхразвитые обтекатели. Все намного проще на самом деле. Тем не менее, давайте о самом мотоцикле. Вот когда я увидел первый раз, кое-что я понял сразу. Просто потому, что у одного моего приятеля хорошего есть Виктори Хаммер, который молотком зовут в народе. Сразу переходим к этой штуковине, которая называется Хаммер по-английски или по-русски молоток. И вот табличка, которая с той стороны, на ней написано 106 в данном случае, у него такая же с цифрой 100. У него 100 кубических дюймов, здесь дюймов несколько больше. Потому что в основе тут действительно мотоцикл Виктори, но не молоток, а Вижн. Очень необычный турер. То есть это в принципе задуманная как аналог Хонды Голдвинг модель. Очень странной внешности, которую вот сюда в граф-кастом привезли и сказали, сделайте нам из нее бэггер. Парни за эту задачу взялись, думали так, думали эдак, что-то рисовали, но черт возьми, выяснилось, что Вижн всем своим металлическим нутром сопротивляется превращению бэггер. Причем сопротивляется настолько эффективно, что заказчик отверг все предложенные ему эскизы. И тут. Парни вспомнили о том, что оказывается была у них идейка построить стримлайнер. Они показали наброски клиенту, клиент сказал, да, давайте делайте, они взялись, получилось то, что вышло, вышло круто. Но, естественно, не все так просто, потому что за всем за этим лежит, конечно же, огромная работа. Вот взять хотя бы вот этот хвост, да, видите, мы на него смотрим, это такая одна монолитная деталь. Но немножечко подумав, мы понимаем, что она не имеет никаких шансов быть по-настоящему монолитной. Разумеется, она сборная. То есть парни сначала построили из тонкого металлического прутка что-то вроде каркаса, чтобы представить, как оно будет выглядеть. Потом сделали некоторую основу. Потом брали отдельные листы стали, катали на английском колесе, придавали им нужную форму. Потом их составляли, сваривали, чистили швы. Потом все дело как-то шпаклевали. Делали так, делали эдак. В результате получили, ну, близкую к идеалу форму. Что касается, собственно, технической начинки. Тут вся прелесть в том, что вот эта мощная капотировка, она закрывает весь мотоцикл, видно только мотор. Если бы ее не было, то мы бы достаточно быстро убедились в том, что как раз в основу ребята не полезли. Здесь, по сути дела, виктор и вижен, от которого отпилили все, что не нужно для того, чтобы он ехал. И сверху установили вот эту всю красоту. Разумеется, там внутри по большей части воздух, но есть своя фишка, потому что вот эти два такие значения, знаете, лючка, напоминающие авиационный, что ли, дизайн, на самом деле они скрывают под собой бар, который сейчас, к великому сожалению, не работает, потому что в нем должен бы располагаться виски, которые производит заказчик этого мотоцикла. Но это отдельная долгая история, которую я боюсь пересказывать, потому что все попутаю. Что еще? Еще масса нюансов, потому что первый раз в своей жизни увидел платформы для ног, которые покрыты кожей. Выяснилось, что это не кожа, это эко-кожа, то есть, иными словами, синтетический материал, ткань с полимерным покрытием, которая, в общем, удачно сопротивляется всему, и грязи, и воде, и всем прочим проблемам нашей непростой жизни. Ее можно просто протереть, и она вернется в первозданное состояние. Из нее же родимы сделаны все детали, которые должны бы быть пластиковыми. Поэтому пластмассы тут так вот визуально нет. Хотя на самом деле она есть, потому что кое-что осталось и от Vision. Некоторые элементы сохранились от стокового мотоцикла, но, честно говоря, если вы плохо себе представляете, как выглядит оригинал, вы их вряд ли когда-то тут заметите. Фара такая вот моднейшая впереди имеется. Есть всех приборов, только вот эта штуковина. Тут спидометр и маленький экранчик, на который, кстати, выводится все, что надо. Там тебе нейтралка, там тебе кое-что еще. В принципе, многого не нужно. По большому счету, эта работа любопытна тем, что она, конечно, ну так, по совести говоря, проект главным образом выставочный. Это не тот байк, на котором кто-то будет ездить каждый день. Вообще, человек, у которого есть такой мотоцикл, как правило, есть еще десяток-полтора других мотоциклов. А этот нужен для того, чтобы иногда выехать и поразить народ. Добавить мне по большому счету нечего. Скажу лишь, что я уже выпросил на нем прокатиться и прокатился. И сейчас покажу, что из этого получилось. Ну, красота, конечно, что вам сказать. На нем удобно сидеть, им удобно рулить. По сути дела, едет-то Виктори Вижн. Это снаружи такая скорлупка эффектная. Наверняка думаете, а легко ли обоспалить в поворотах, ободрать всю красоту. Ну, как сказать. На самом деле, наклонил я его слегка, ничего страшного. Как говорят, если сильный угол наклона, если какие-то ямы, подвеска прожимается, там, да, там могут быть нюансы. Но, в принципе, если ездить либо аккуратно, либо по хорошим дорогам, либо и то, и другое, то, в общем, все будет нормально. Но дело-то, понимаете, не в этом. Едешь-то на нем и понимаешь, ведь возможен такой вариант развития событий, что современные серийные мотоциклы выглядели бы похожим образом. То есть, если бы была мода на эту развитую капотировку, если бы она бы удержалась, она ведь была когда-то, просто сошла на нет, то, может быть, и серийные машины были похожи. Но сейчас это уникальная вещь. На самом деле, это один из лучших кастом-проектов в России в 2017 году. То есть, он доставлялся на нескольких выставках, он получил призы. Не первое место. И жалко, конечно, с одной стороны. С другой, знаете, есть даже гордость за нашу кастом-культуру. Если даже такой проект получил не первое место, значит, в России уже кое-что умеют и понимают. Что еще сказать? Есть специфика, конечно, потому что вы видите зеркала бокового обзора? А это потому, что их здесь нет. И стоп-сигнала нет. Поэтому, ну, есть определенного рода нюансы. Что касается длины мотоцикла, там, 3,5 метра, я пока еще не оказывался в тех ситуациях, где это могло бы мне всерьез помешать. По большому счету, просто катишь на здоровом, тяжелом мотоцикле. И, кстати, вот эта вот тяжесть, она-то тоже ощущается. Ну, это приятная тяжесть такая, кайфовая. И самое главное, что здесь ты сидишь на байке и вот всю эту красоту самолично постоянно наблюдаешь. То есть я владельцу завидую. Иной раз бывает проект хорош, но со стороны красота видна. А тут прям вот с моей точки зрения все очень и очень круто. Это хорошо. общественное внимание колоссальное. И с каждой тачки, с каждого тротуара ты видишь тыльные стороны мобильников, на которые тебя фотографируют. Я вот еду на нем, и в памяти сами собой всплывают эти картины. Паровозы, закатанные в какой раз где только потеровку, экспериментальные мотоциклы, автомобили. По большому счету, вот эта эстетика, она существовала в первой половине 20 века, пыталась возродиться, выскочить откуда-то во второй половине. Если помните MotoGP 50-х, вот эти гоночные мотоциклы с аэродинамическими передками. А потом все это сошло на нет. Единственное место, где подобные вещи по-прежнему живут и побеждают, это скоростные заезды на Боннавилле, там, где ставят абсолютные рекорды скорости. Там машины под названием Streamliner по сей день активно используются. А это редкий случай, когда Streamliner сделан для дорог общего пользования. Парни говорят, что на этой машине можно без проблем ездить каждый день, и я не буду спорить. Однако, в первую очередь, это именно выставочный проект. И здесь нет, знаете, никакой даже нотки иронии. Такие вещи должны существовать. Должны быть мотоциклы, построенные без оглядки на потребительские свойства. Должны быть вещи, сделанные, что называется, так, как душа просит. Отвязно сделаны. И те должны реализовываться в полный рост, потому что сделать потом, знаете, усеченную версию, пригодную для серийного производства, это всегда можно. Но сначала искусство, потом ремесло. Только в таком порядке. Сперва искусство, потом ремесло. И вот это как раз искусство. Это потрясающе кайфовый, очень стильный, очень продуманный и, главное, наполненный смыслом проект. Это очень классный кастом, парни. В общем, с этой мыслью я завязываю с покатушками. Мне понравилось. Слушайте, ну на самом деле потрясающие совершенно ощущения. Особенно, когда ты тормозишь и думаешь, только бы никто вот туда вот не накололся, как на шампурное длиннющее хвосте. Но, по-серьезному говоря, мотоцикл, он вот при всей своей видимой концептуальности он на самом деле, в общем-то, неплох для того, чтобы поехать покататься. Вот когда вы смотрите с этого ракурса, то вообще непонятно, как оно может ездить. Он же кажется, что он лежит на земле, вот вся эта огромная конструкция. На самом деле, ничего подобного. У него достаточный дорожный просвет для того, чтобы входить в повороты. В общем, никаких проблем. Его и повредить не так просто, как кажется. Хотя, ну, разумеется, по-честному говоря, главное назначение этого байка стоять в гараже, чтобы приводить туда знакомых. Они бы говорили, «Ох, ничего себе!» «Да-да-да», говорил хозяин. Это вот, понимаешь ли, сделали мне парни из России. Я искренне считаю, что это один из лучших кастомов, построенных в 2017 году в России. И, кстати говоря, сейчас этот мотоцикл отправится дальше, гулять по Европе, выставляться на разных международных уже байк-событиях. Я искренне надеюсь, что парни что-нибудь таки в Россию с этих мероприятий привезут, потому что, ну, достойная работа даже по европейским меркам. Надеюсь, вам тоже понравилось, потому что я, честно говоря, в немом восторге. У меня, в общем, все. Счастливо! Увидимся! Увидимся!